Нынешний состав депутатов Государственной Думы от Краснодарского края обновился больше, чем наполовину. Причем часть из народных избранников не профессиональные политики, а бизнесмены, общественники, спортсмены и мэры крупнейших краевых городов. То есть люди, которые занимались не теорией, а практикой. В Нижней Палате Кубань будут представлять 17 человек. 10 от Единой России, 2 от ЛДПР и столько же мест у КПРФ. В нашей большой группе депутатов Кубани надо понимать, что краснодарский хлеб не имеет никакого политического запаха. Запах один, родная земля. Без политического визга работает синхронно в интерес к избирателям Краснодарского края. Цель одна, это абсолютно верно. Законы нужно не для галочки делать, а для жизни, не для счета их ни в коем случае. А у нас подходы, порой депутаты отчитываются, мы приняли столько законов. Когда вокруг себя любой житель нашего края увидит, что что-то поменялось, по большому счету, благодаря этому закону, да можно о них и не говорить, он увидел изменения. А когда мы отчитываемся количеством, а не качеством, конечно, тогда мы качества в целом не имеем. Вы защитить должны, защитить от проходимцев, мошенников и шалатанов. Должны на законодательном уровне, в федеральном уровне защитить просто простых людей. Законы должны быть такими живыми. Знаете, как я говорю, они должны быть, иметь человеческое лицо сегодня, наши нормы, наши федеральные законы, а человечными должны стать. Примитивно к конкретной жизни людей. Конкретная жизнь человека, это, например, когда фермер может получить землю в аренду без торгов, поясняет губернатор. По федеральным нормам сейчас проводят публичные аукционы. Естественно, почти все участки себе забирают холдинги. В Москве это кажется не столь существенным, но для аграрного края принципиальный вопрос. Так же, как и передача в собственность региона пляжей, чтобы была возможность следить за их состоянием. Времени на раскачку, чтобы решить эти и другие вопросы у избранных депутатов не будет, настраивает на работу Вениамин Кондратьев. В непростое время сегодня, объективное, с точки зрения политической ситуации, экономической. И вам принимать эти законы, вам предстоит делать это правое регулирование, исходя из тех проблем, которые сегодня существуют. Давайте его сделаем таким, чтобы, как я уже сказал, была возможность у субъекта максимально развивать собственную экономику, получать прибыли, и вот за счет этой уже прибыли налогов реализовать все обещанные наши программы непосредственно внутри края. Денег мы не просим, и программу мы не просим. Надо просто искать ту норму, которая нам позволит зарабатывать. Свой вариант, как заработать региону, предложили в ЛДПР. Кубань – транзитный край. Здесь огромное количество грузоперевозок. При этом, по статистике, 70% фур ездят с перевесом, нарушая закон и разбивая именно региональные дороги. Депутаты готовы на федеральном уровне продумать систему, когда бы штрафы за перевес шли в краевой бюджет. Только один такой комплекс в одной Костромской области, в бога забытом месте, снимает в день до 40 штрафов. Один штраф – 150 тысяч рублей. Это 6 миллионов ежедневно. Вы посчитайте Краснодарский край, посчитайте в год. Это более миллиарда рублей дополнительных доходов. А транспорт, как правило, не Краснодарский. Вот просто пример, как можно привлекать, по сути, деньги, используя федеральные какие-то заплаты. Заставить учитывать специфику конкретного субъекта России – одна из основных задач нового состава кубанских депутатов Госдумы. Вплоть до проблем конкретного города. Что говорить, если даже Сочи нуждается в грамотном лоббировании интересов жителей. Город Сочи – это 145 километров побережья, 80 сел, ни одной из которых официально селом не является. Все, кто живут у нас в сельской местности, это горожане, граждане города Сочи. Значит, никаких льгот для врачей, которые поедут в аул Малый Кичмай работать там в медпункте. Никаких проблем внутригородских маршрутов, тарифов и так далее, потому что это все город. Новый созыв Нижней Палаты как раз и будет теснее связан с регионами за счет одномандатников. Один из таких депутатов, Наталья Боева, даже собрала книгу наказов от жителей своего округа. Каждый район с этими самыми, с картинками, со всем, то есть работать, да, придется. Так а что это вы мне-то отдаете? Чтобы лучше работалось, губернатор предложил периодически читать ее на охотном ряду, где уже 5 октября пройдет первое заседание Новой Думы. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.